Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Кышкина Зинаида. Я являюсь ученицей 6 класса Умбо-Жарханская СОЖ, Рубинского района. Тема моего проекта «Математика в жизни человека». Целью моего проекта – изучить, где математика встречается в жизни и доказать ее необходимость. Задача моего проекта. Первое – изучить, видеть те отдельности, где человека не обладаетесь без математики. Второе – ответить на вопрос «Зачем нужна математика? Что может дать математикам каждой отдельной личности?» Гипотезы. Математика в нашей жизни необходима не только в определенных профессиях, но и в повседневной жизни. Актуальность. В нашей повседневной жизни мы настолько привыкли к математике, что даже не замечаем, что пользуемся ей постоянно. А ведь до сих пор ученики задают вопрос «А зачем нам нужна математика?» Только в магазин сходить. Так для чего мы изучаем дроби, площадь, периметр, объем? Для чего нужны геометрические сведения? Для каждого человека математике необходима в повседневной жизни. Но что будет из математики? Совсем не знаю. Необходимо рассмотреть и видеть свои деятельности и доказать, что без математики не обладают в повседневной жизни. Я решила провести опрос учащихся нашей школы и выяснить, насколько они осознают значимость математики в повседневной жизни. 18 учеников с разного возраста были выбраны продолжить фразу «Я изучаю математику, потому что…» Следующий вариант. А. Пригодится в жизни. Б. Составляет родители. Б. Травится предмет. Результаты нам показали. С 5-го и 7-го класса 9 человек 34% выбрали «Пригодится в жизни», 22% выбрали «Составляет родители», 44% выбрали «Нравится предмет». С 8-го и 9-го класса 9 человек 45% выбрали «Пригодится в жизни», 22% выбрали «Составляет родители», 33% выбрали «Нравится предмет». Число учащихся, которым нравится предмет, становится невысоким. Учащихся, которые осознают, что математика пригодится им в жизни, с возрастом становится больше. На следующих примерах я хочу показать своим одноклассникам, что где встречается математика в жизни, доказать необходимую жизнь в жизни человека. Сели по обучению профессионалов учащихся среди с 5-го класса классов осознающих альтернат. Для этого я рассмотрела следующие виды дяди. 1. Математика и решение дня. 2. Семейный бюджет. 3. Покупка продуктов. 4. Приобретение одежды. 5. Приготовление пищи. 6. Лемонтон. Выводы и рекомендации. Трудно назвать такую отрасль человеческой деятельности, где не приходилось бы группировать предметы в нужном порядке. Присчитывать, находить их размеры, форму, определять взаимоположение. Строение и предметы, которые нас окружают, состоят из геометрических фигур. Математика встречается в решении бытовых задач, задач экономики, сельское хозяйство, научных исследований и технических вопросов. Кто из детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум и внимание, воспитывает боль и настойчивость по достижению цели. Математике нужно и учить, и врачу, и художнюю, и ребенку, и доху мозаики. Математика – это важный, интересный, увлекательный и, главное, необходимый отрасль во всех отраслях жизнедеятельности. Я вам советую, учите математику. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.